если вы хотите чтобы ваш борщ был очень вкусным и красивым имел ярко-красный цвет без добавления уксуса и всяких магазинных добавок тогда смотрите это видео для начала мы сварили бульон как я его варил я снимать вам не стала все знают варим мясо два часа добавляю туда лук морковку соль перец сейчас вот он выглядит не очень красиво у нас вот эти ошметки плавают нужно бульон обязательно процедить бульон мы процедили поставили на огонь он нас закипел мы положили туда картошку мясо пока у нас отдельно лежит и тем временем мы обжариваем лук с морковкой на сковороде теперь прежде чем почистить свеклу натереть ее на терке мы ее сначала очень хорошо моем прямо мочалкой снимаем с нее шкурку и все вот эти очистки со свеклы мы складываем в отдельную тарелочку не выбрасываем их картошку нас все еще варится лук с морковкой обжарили мы положили в отдельную тарелочку и тушим свеклу свеклу всегда мы тушим отдельным от морковки и лука сюда я никакой уксус не добавляю добавила только немного острого жгучего перца и тушу в бульоне из супа не в водичке а в бульоне и самое главное пока мы это делаем мы ставим на огонь вот эти очистки которые мы сняли со свеклы и кипятим их 10 минут у нас прошло 20 минут с тех пор как мы опустили картошку добавляем сюда обжаренную морковку с луком и вместе с морковкой с луком я добавляю немного кислой капусты все варим еще 15 минут свекла у нас потушилась уже тут все варится тем временем очистки которые мы кипятили мы процедили хорошенечко и слила я вот этот отвар вот в такую чашу а пока поставила яйца сейчас мы будем делать бутерброды на основе гренок для нашего борща так ну все у нас время варки вышло отведенные для капусты морковки с луком мы обратно отправляем наш бульон мясо осторожно тут я малую маленькую кастрюльку взяла тушеную свеклу туда же никакой уксус я не добавляю вот этот запах уксуса он перебивает запах борща и вообще это не очень полезно в этой пище вашей зачем вы это делаете сейчас я вам скажу как сделать так чтобы больше у вас был действительно ярко-красным добавили чесночок кидаем сюда же так и вот этот отвар из свекольной кожуры он очень полезный кстати мы добавляем сюда же для цвета сейчас все не поместится сейчас 5 минут покипит я еще добавлю ведь какой он уже красный сейчас увидите вот у нас прокипятится за 10 минут до конца варки добавляем вот этот отвар не забываем солить перчить и перед концом варки еще добавим лавровый лист готовим пока дальше все борщик у нас практически готов осталось добавить пару листочков лаврушки еще 3 минуты прокипит традиционно борщ подают с пампушками с чесноком и с салом но мы отойдем от этих традиций и я вам сейчас покажу какие бутерброды прекрасно сочетаются с борщом но не только с борщом их вообще можно использовать на повседневную на повседневку они очень вкусные и так мы обжарили с двух сторон черный хлеб хорошенько так обжарить чтобы он был жестким натираем его чесноком ребрышки вот так все протираем натерли дальше промазываем каждый кусочек майонезом бутерброд получается очень вкусно и очень ходовые на столе кстати девочки мальчики чтобы не пропустить новости нашего канала не забываем подписываться нажимать на колокольчик все промазали не обязательно это делать прямо досконально аккуратно просто вот так вот сейчас все закроем яйцами и сверху посыпаем натертыми либо мелко полезными вареными яйцами все наш борщик готов давайте мы попробуем сначала бутерброды взрыв мозга борщ получился у нас идеально красный не у никаких магазинов заправок мы не добавляли пробуем очень вкусно готовьте пробуйте пишите комментарии всем приятного аппетита